Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Здесь ногтям 2 месяца, один ноготь потерялся, придется его нарастить. Остальные ногти стойко выдержали этот период и все нагрузки, которые накладывала на них клиентка. Клиентка уже с нетерпением ждет коррекции. Звонила заранее, но у меня было все расписано. Поэтому ей ничего другого не оставалось, как ждать ближайшей свободной записи. Поэтому это не ее прихоть так долго ходить с ногтями, она просто ждала свободной записи. Ну и вот, наконец-то дождалась. Снимаю старый материал и убираю длину. Видео с этой работой есть на канале. Кто не видел, ссылка будет, как всегда, в описании. Опиливаю, выравниваю торец, чтобы можно было подставить форму. Прохожу пилочкой по поверхности, убираю глянец. Не должно остаться ни единого глянцевого участка. Если где-то останется глянец, в том месте, скорее всего, будет отслойка. Остальным ногтям придаю форму, опиливаю точек в рост, выравниваю и скругляю боковые линии. Также прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец. Следующий этап – это маникюр. По поводу пыли на перчатках. Пишут замечания, что мешает она смотреть видео. Да, на старых перчатках, особенно когда сменила телефон, у меня сейчас телефон особенно контрастно. Как-то эту пыль замечает. Раньше старый мой телефон сглаживал этот контраст. А новый телефон прям чётенько все эти пылиночки обозначает. Так что я заказала синие перчатки. Может, на них не так контрастно будет смотреться эта пыль. Но это обычный рабочий процесс. Менять по 10 раз перчатки или после каждой проводки фрезой бежать их мыть я не буду. Я снимаю видео не для красивой идеальной картинки. Я снимаю процесс маникюра таким, какой он есть. Без украшений, без фильтров. Я считаю, что это честно по отношению к моим подписчикам. Я ничего не скрываю. Я нигде никакие косяки не замазываю. Где-то есть у меня косяки в работе. Где-то косяки в покрытии. Где-то я поранила клиентов. Это всё бывает в рабочем процессе. Это бывает абсолютно у любого мастера. Не знаю, от чего это зависит. Что одна работа идеальная, а другая не идеальная. Может, от настроения. Может, от фазы в луне. Не знаю. Но в работе бывает всякое. Поэтому на своём канале я решила, что буду показывать всё, что у меня происходит. Ничего скрывать не буду. Надеюсь на ваше понимание и на то, что синие перчатки всё-таки чуть-чуть исправят ситуацию с пылью. Субтитры создавал DimaTorzok На второй руке на ногте указательного пальца у клиентки отслойка. Как раз она стукнулась этим ногтем и сразу же начала звонить мне для записи на коррекцию. Но у меня на тот момент не было свободного времени. Так что она с этой отслойкой ходила ещё минимум 2 недели. В эту пустоту, видимо, попала влага. Цвет не очень здоровый. Но это всё поверхностно. Фрезу и вырезаю отслойку. Прохожу по желтовато-оранжевому пятну. Оно счищается. Остаётся нормальный ноготь. На подготовленные ногти наношу праймер. В базу втираю материал в поверхность ногтем. Подставляю форму. Свободный край выстраиваю прозрачным гелем с Алиэкспресс. На этом этапе делаю лишь свободный край. Выстраиваю длину. Слой тоненький. Слежу, чтобы обязательно гель перекрывал точки в роста и выходил прямыми линиями из них. Без ступеней, зазоров, пробелов. Чтобы всё было ровненько. Укреплять буду вот таким гелем. Заказывала в Альпазо Шоп. Это гель, по крайней мере на флакончике так написано. Но он более жидкий, чем обычный гель. Тестировала его, сушила в лампе на клеёнке. Он гнётся. Не ломается, а именно гнётся как база. Удобно, что во флакончике. Эту работу я выполняла 31 июля. И после мне одна из подписчиц написала, что у неё этот гель слетал у клиентов с ногтей. Теперь вот переживаю за свою клиентку. Но прошло уже 10 дней, монтирую видео 10 августа. Пока она не звонила, значит всё в порядке. Значит носит. Посмотрим, как относится. По ощущениям он как среднежидкая база. Быстро растекается. Я вот перевернула руку, чтобы поправить гель, убрать с боков середину. А он назад быстренько растекается. Поэтому переворачиваю опять руку. Немножечко жду и отправляю в лампу. Причём клиентке говорю, чтобы она ровно держала руку в лампе, иначе он сбежит. Остальные ногти также укрепляю этим гелем. Вот такой вот цвет выбрала клиентка в качестве основного. На втором слое выравниваю цветы кутикулы. Хорошенечко везде прокрашиваю. Убираю липкий слой с ногтей, где запланировали дизайн. Основным цветом по центру рисую полоску. Липкий слой убрала для того, чтобы цвет не растекался по дисперсии геля. Дальше основной цвет подмешиваю в топ и добавляю полупрозрачные полоски по бокам. Между центральной линией и боковыми оставляю полосочку негативного пространства. На полупрозрачные полоски добавляю голографические блестки. Гелем паутинкой делаю тоненькие линии вдоль полосок всех и полупрозрачных и основных по центру. И вот результат. Особо ничего сложного в дизайне нет. Смотрится сдержанно, но и радует глаз переливом блесток. Надеюсь, вам также понравился дизайн и видео в целом. Если это так, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных и простых дизайнов, которые показываю пошагово. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok